20-летняя миссия в Афганистане, войск Соединённых Штатов и Евросоюза рассыпалась за считанные дни, когда шла поспешная эвакуация последних американских солдат, фактически на прицеле у талибов. Жозе Беррель, главный в Брюсселе по вопросам безопасности, предложил создать силы быстрого реагирования ЕС, которые могли бы в таких случаях осуществлять прикрытие своих сил и союзников. Афганские события произвели глубокое впечатление на профессора Оксфордского университета Тимоти Гартон Эша. «Это крупное поражение и ужасное предательство всех тех людей, которым мы сказали, что у них может быть свободная и равноправная жизнь, особенно у женщин и девочек. Это ужасное предательство, это поражение. И террористы возвращаются. Два триллиона долларов выброшены на ветер. В этой истории очень сложно увидеть плюсы». После этого министры иностранных дел Евросоюза попытались перехватить инициативу и поставили Талибану ряд условий, если он хочет взаимодействовать с ЕС. А пресс-секретарь Еврокомиссии Набила Насрали ясно дала понять, что Брюссель весьма настороженно относится к новым правителям в Кабуле. «Оправление Талибана будут судить по его делам и действиям, а не по обещаниям, которые он дал до сих пор. Взаимодействие с Талибаном будет основано на его действиях». Евросоюз является одним из крупнейших в мире отправителей гуманитарной помощи, но получать её властям и населению в Афганистане будет сложно. Британский историк напоминает, что дипломатические отношения с Кабулом, Брюссель и других западных столиц, в отличие от Москвы и Пекина, оказались, по сути, разорваны. Посольства Америки, Великобритания, Германия и Франции закрыты, а русское и китайское посольства по-прежнему открыты. По мнению британского профессора Эша, ситуация в Афганистане должна заставить Евросоюз сделать свои вооружённые силы более независимыми от американских союзников по НАТО. Президент Джо Байден любопытным образом обосновал то, о чём говорят все европейцы, а именно стратегическую автономию и европейский суверенитет. Но любопытно и то, что в ответ на это большинство европейских лидеров стали говорить о беженцах и о своём страхе перед новым миграционным кризисом. А им бы следовало добавить аргументы в пользу большей стратегической автономии. Сравните, в Афганистане было 2500 американских солдат. Для стабилизации этой страны только Франция и Великобритания имеют 10 тысяч военнослужащих. А будут ещё силы быстрого реагирования ЕС. Почему бы нам не начать европейскую дискуссию о том, что с этим делать? Однако многие политики предупреждают, что преодоление зависимости в сфере обороны от Соединённых Штатов может привести к созданию европейской армии, которая стала бы соперничать с войсками НАТО.